МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые друзья, здравствуйте! Это прямой эфир здесь, на канале «Импакт» в рамках программы «Влияние». Меня зовут Влад Скотт, вас зовут каждого по-разному, но все мы составляем одну единую отличную компанию, которая продлится ближайший час. Приглашаю также в нашу компанию известного христианского певца из Украины, города Киева, Роман Ващук. Рома, привет! Здравствуйте! Добро пожаловать к нам в студию. Ты первый раз у нас в гостях. Первый раз. А ты своим лучшим другом гитара сегодня. Подруга. Сейчас перейдем к гитаре, к твоим песням. Первый раз ты в Америке, правильно? Четвертый раз. Четвертый раз. Ты в Сакраменто каждый раз проезжал мимо. Первый раз в нашем городе, да? Как тебе наш город? Мне очень нравится. И, как правило, всегда влияние на твое впечатление оказывают друзья. У меня прекрасные друзья здесь. Это Дима и Инна Бобчаник. Они меня принимают и познакомили еще с массой прекрасных людей. Это приятно. Сегодня с вами. Да. Ну, кстати, у нас всегда солнечно-жарко. К удивлению, сегодня дождь падает. Это к счастью. Ну, давай берем гитару, наверное, сразу. Поскольку ты известный певец, я думаю, что большинство наших телезрителей знакомы с твоим творчеством. Если вот так банально подойти, давай начнем с твоей визитной карточки. Что ты нам хочешь сыграть, спеть? Это визитная карточка для многих людей, наверное, посоветского пространства. Я хочу спеть песню, которая звучит на радиостанциях Украины и на многих станциях топовых, да. И многие люди знают эту песню. Часто пою ее на таких вот больших концертах, на больших площадках. Она на украинском языке, она называется «Туби». Это песня о любви. Кусочек спеть просто, да, маленький? Ну, давайте, как считаете. Я напишу твоё имя на дверях сердца своего. Візьму для цього фарби неба. Скажу тобі багато слів, які ніхто не говорив. Все це твоё, все це для тебе. Бо краще, ніж ти, не має. Бо краще, ніж ти, не має. В світі, в цілому світі. Дорожче, ніж ти, не знаю. Дорожче, ніж ти, не знаю. На планеті, на всій планеті. В думках і мріях разом ми піднімемось над хмарами. В країну, де ніхто ще не був. Я напишу тобі пісень. Одну на кожен новий день. Вони твої. Вони для тебе. Бо краще, ніж ти, не має. Бо краще, ніж ти, не має. В світі, в цілому світі. Дорожче, ніж ти, не знаю. Дорожче, ніж ти, не знаю. На планеті. На всій планеті. Чувство, що вона закінчує вже, по-вашому взгляду. Да, вже аплодисменты. Заслышався, правда, класна пісня. Вау, серйозно? Чудова, так, справді. Шикарна пісня. Дякую. Коли ти її писав, для кого? Ну, розуміло, для кого? При яких обставинах, так би мовити. На українській спілкуві, може дали? Или на русській? Можливо, давай, поки, на русській. Да, тому що руководство каналу може поругати нас, поскольку нас смотрит везде, в принципі. Хоча, рідні мова чудова, по-важаю, але так і інакше. Візнаєте, самый, ну, такой парадокс, і, как би, для мене було тоді дуже неожиданно, то, що цю пісню написав Вадим Калацей. Це участник групи «Нау-русалім» і автор їхніх хитів, многих. Він білорус, і він пізвонив ко мене, і говорить, Рома, у мене є нова пісня для тебе. Я говорю, я хочу тебе напіяти. Він я напіел по телефону, я говорю, просто, просто. Так і по-українськи все написав. І він піла на українському, да, і він написав на українському. І реально в цій пісні, мені відже, якщо я змінил, то змінил какое-то одне слово, яке слегка було не зовсім якби українським, да, наверное. А все остальное це він написав. Настільки чудесно, і він прочувствував язик, і хорошо подобрав слова. Тобто це його, ця пісню написав Вадим Калацей, і, ну, она вот передає реально емоції, і всю палитру чувств, і моїх взглядів також на любовь, на жизнь. Це класний чоловік, дуже талантливий. А вообще, ти пишеш пісні теж правильно? Я пишу пісні, да. При яких обстоятельствах чаще всего пишеш? Ну, кому-то надо щось веселое события, кому-то наоборот трудные обстоятельства жизни. Когда ти пишеш пісні? Влад, я ожидал такого глубокого, серйозного вопроса, і вот первый. Окей, я пишу пісні, как раз, наверное, в таких более каких-то положениях, когда нужно принимать решения, нужно, ну, как бы глобально переоценить что-либо. У меня були даже такие ситуации в жизни, когда я писав за 10 минут по нескільки пісен. Серьезно? Настолько много, да, вот всплеск разных, ну, эмоций, переживаний, и это все потом ложится на листочек бумаги. А есть забытая песня, что не положились на листочек бумаги, а потом вот как-то забылось она? Бывало? Есть такое? Да, вот я недавно, кстати, вспоминал одну, да. Написал такую песню, она как песня про славление. Я ее очень давно не пел, чисто случайно, я вот в Атланте был со своими друзьями и начал ее петь, и как-то слова сами-сами-сами начали вспоминаться. Есть такое? А, ну, срочно записываешь? Бывает, что забываешь, написал, не записал на бумагу и забыл песню? Я стараюсь записать на диктофон. Уже просто опыт. Потому что если не записал на бумагу, на диктофон песня просто ее нет. Все, можно о ней не говорить. А есть, там написал, но это не предоставляешь, потому как только для себя написано? Сто процентов. Люди не понимают, не поймут. Да, это называется, ну, даже не в том смысле, что не поймут, просто может быть черновик какой-то, там куплет-припев написал, и оно на диктофоне есть. Но когда хочешь писать новую песню, что-то новое создавать, берешь, просматриваешь все эти записи, которые у тебя существуют, и выбираешь, что вот лежит, к чему лежит больше сердце, чтобы хотел все-таки исполнить. Может быть, что-то у тебя есть, может быть, не ожидать от кого-то, что кто-то напишет. Часто люди говорят мне, вдохновляют меня писать песни. То есть им нравится то, что я делаю. А есть песни, которые пишешь очень долго, там, в течение нескольких лет? Нескольких лет нет, но нескольких месяцев, да. У меня есть песни, которые я писал под заказ. То есть у меня заказывают, ну, заказывали песни. Вот когда пишешь под заказ, есть тема, которую ты должен раскрыть, и не всегда эта тема с тобой созвучна. Ну да. Ну, как бы с твоим мышлением, да, я имею в виду именно музыкальное мышление. То есть у меня есть какой-то свой почерк, да. Ну, у каждого музыканта есть. И мне об этом говорят, что у тебя есть свой почерк, пиши больше песен. И вот, когда пишешь под заказ, то нужно писать то, что будет более понятно, ну, большой аудитории, да. То, чтобы это не был я, а это была песня под заказ. Поэтому было такое, что я писал где-то месяца два. Часто заказывают? Нет. Не все знают, что я пишу под заказ. Теперь буду. Уже буду знать. Теперь буду, да. Ребята, договоримся. И дорого заказ стоит? Ну, так, слегка заплатили тогда, да. А если серьезно заказы принимаешь, да? Ну, да. Почему нет? Ну, кому надо, то они найдут, наверное, тебя в странице в Facebook и так далее. Facebook, да, самый активный, да. А твой визит в Америку в этот раз по каким программам, какое участие принимаешь? Я был в Атлантии. Как бы основная моя цель поездки была Fell Family Festival в Атлантии, которая церковь New Life. И мои друзья там Влад Ковалюк, Жанна Ковалюк, эта семья организовывала. Плюс еще там Макс Лисовский. Ну, это очень хорошие люди, которые делают многое. Они для Украины, кстати, много всего делают. Макс Лисовский имеет там определенный тоже в Украине офис как бы. Он помогает многим людям. Ну, я знаю этих людей. Есть такая организация Global Christian Support. Ярослав Малько. Я не знаю. Наверное, фамилия известна многим тоже. Это мой друг близкий. Мы многие делаем проекты вместе. И вот этот фестиваль, это был как бы основная часть моего приезда. Но плюс я служу там, где меня приглашают, там, где меня ждут. Поездка сюда, в Калифорнию, в Сакраменто, она была, можно сказать, спонтанная. Но я знал еще в Киеве, что я прилечу. Ну, есть такое откровение. Ну, здесь ждали тебя, наверное, особенно. Однозначно, что ждали, но вопрос не был решен с тем, что я прилечу, там, и где я буду. Это все решилось буквально за неделю. Меня ждали на Флориде, должен был быть на Флориде. И тут вот мой друг, Дима, выслал мне билет, и я прилетел в Сакраменто. А что за фестиваль, какая программа была вот в Атланте? Там много народа было? Были люди, да. Там за пару, было два дня фестиваль. Пару тысяч человек, я не знаю, сколько там точно было, но несколько тысяч было за эти два дня там людей. Я слышал эту цифру. Эта программа, я говорил тоже, я не только пел, я говорил о семейных ценностях, о Боге, свидетельствовал со сцены, ну, и пел песни о любви, евангельские песни. Там еще была команда, которая выступала, и такое вот было время общения семей, да, часто мужчина и женщина, ну, как бы муж и жена, они находятся на работе, там, дети в школе или в колледже, там, или еще где-то. А здесь, получается, было время, когда дети что-то готовили, мама, папа помогали им, вот, там был мой друг Алекс Корсиков из Флориды, у него там своя, есть пекарня, и он там пек с ними булочки, и это все было очень интересно наблюдать, как семьи вместе увлеченно что-то делают. И это, конечно же, очень большой плюс для того, чтобы укреплять семьи, для того, чтобы сеять, ну, как бы, в народ, который там собрался, там было много людей, там были неверующие люди, так же это очень. Сидеть, как бы, правильные, семейные, вот такие вот глобальные, базовые ценности. А кроме песен, ты еще и говоришь, там, свидетельствовал, а в чем это свидетельство именно заключалось? В том, что, ну, я говорил о том, что лишь, в том, я говорил то, во что я верю. И во что ты веришь? Окей, я скажу во что. Я верю в то, что Бог есть автор любви, автор семьи, автор правильных взаимоотношений для каждого из нас. И чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к другу, да, то есть если мы притягиваемся друг к другу, как бы, лишая Бога за бортом, тогда эти отношения, они, ну, они не совсем прочные, да, то есть это чувство эмоций. А когда имеют духовное основание отношения между мужем и женой, то есть которые скреплены духом святым и общением с Богом, молитвой, то это имеет плотные основания и имеет большие перспективы. То есть это рождение детей, это просто такая вот крепкая духовная семья и, как правило, для страны, то есть в вашем случае и для Америки, это перспектива правильного благословенного будущего, потому что семья, это как вот Карл Марс, да, сказал, ячейка общества. Такое было. Я вижу, даже по Украине, если вот какие-то фестивали проходят именно в этих темах семейных ценностей, крепкой семьи, обязательно ты там участвуешь. Я там участвуешь, да. То есть, почему они тебя выбирают всегда пригласить на такого рода фестивали? Ну, я думаю, есть и субъективные, объективные причины. Наверное, хорошая картинка, то есть у меня есть двое детей, вот, у меня есть жена, с которой мы часто вместе ездим, то есть если есть возможность где-то в туре бывать вместе с ними, то я обязательно беру их с собой. и мое отношение к семье, мое отношение к жене, к детям, то есть оно достаточно ярко выражено, То есть я говорю о том, что все, что имеет отношение к разрушению брака, да, то есть я ярый противник этого, то есть какой-то пропаганде, каких-то неправильных там вещей, да. Я могу, конечно, уточнять, что я имею в виду, но сейчас и в Америке происходит определенное, да, то есть как бы движение в сторону направления, ну, чтобы разрушить брак. В Украине тоже собирались принять закон не так давно относительно того, что семья это не союз между мужчиной и женщиной, а это что просто союз между двумя субъектами, ну, как бы вот просто союз между двумя телами. Евросоюз, наверное. Даже не малами, а телами. Евросоюз, наверное, свои коррекции пытается внести. Но защитили, Украина защитила, если вернуться вот к вопросу семьи, то твое личное мнение, вот что является основным врагом сегодня семьи? Основным врагом семьи, конечно же, если говорить, есть как бы разные, разные уровни, да, если говорить о тривиально банальном уровне, там, в Украине. Какие уровни тебе приходят в голову вот такого банального вопроса? Окей. Пропаганда того, что ты можешь иметь лучшее. То есть, вот в Украине это часто везде, я думаю, что здесь она тоже, да, то есть, висят бигборды, там вот, мега красивых женщин, да, мужчины, которые ездят по дороге, они смотрят, они сравнивают твою жену, там вот с ней, именно, то есть, сразу проходит, такой, вау, а моя лучшее или нет. Вот, и, то есть, вот такая вот определенная стереотипность, какая должна быть женщина, там, какие должны быть отношения, вот, и какие должны быть, там, машины и так далее. То есть, вот эта вот сама, такая тривиальная, банальная сфера материального, да, существования, она является одной из основных, на самом деле, если, хоть как бы это не банально звучало, да, но это правда, потому что часто финансы хотят лучше машину, там, хотят лучше дом, это, из этого возникают какие-то вот в семье, там, проблемы во взаимоотношениях, что там муж недостаточно зарабатывает. То есть, на твой взгляд, это в первую очередь на материальном уровне сегодня, если говорить за христианские семьи, общество, а именно из-за материального? Я сейчас говорю просто, как бы в целом обществе, да, то есть, это одна из, я не знаю, может быть, не все согласятся, но на самом деле, если копнуть глубоко, то проблемы во взаимоотношениях, в семьях, они начинаются с тривиальных вопросов, где мои тапки. То есть, я был на разных семинарах, и эта тема поднималась, то есть, я почему-то не закрутил зубную пасту, там, и так далее. Это начинается вот с таких мелочей, и потом эта трещина приводит к определенным разрушениям. То есть, вот таких тривиальных вещей, да, почему мы не можем купить, там, это мясо, потому что оно стоит дороже, там, и так далее, почему у нас нет на этот день. А так, если говорить о христианских семьях, ну, однозначно, просто людям желательно проводить больше времени в церкви вместе, то есть, не поодиночке. Если мы эту тему сейчас говорим об этом, да, мы ее начинаем. У меня есть пару основных критериев, да, то есть, часто служителя, те же, которые имеют определенный вес даже, они уделяют больше внимания церкви, чем своей семье. Вот, то есть, если смотреть Библию, да, смотреть библейский, то, как бы, во-первых, мужчина вначале, он пастор в своей семье, вот это его служение, вначале, если он женился. А часто бывает такое, что очень много служения, очень много всего, и мужчина не хватает времени на свою семью, то есть, он настолько занят, настолько все, что в семьях могут происходить какие-то процессы, которые далеко не процессы, которые там направлены на развитие, а наоборот, на какое-то разрушение взаимоотношений. Я, ну, как бы, наблюдаю иногда такие ситуации, когда, ну, люди настолько заняты в чем-то, что у них нет времени и возможности общаться с своими близкими, родными, и это приносит, ну, свой результат. Поэтому очень важно, конечно же, правильно расставить приоритет, приоритет и ценности в служении, да, что как бы очень, это не всегда просто, когда служитель настолько загружен, там, у него и группы, и служения, и проповеди, и евангелизации, я прекрасно сам с этим знаком. Вот, и я очень благодарен своей жене, да, что я могу отсутствовать долгое время, и она справляется с двумя детьми, и это на самом деле очень непросто. Поэтому я по возможности, конечно же, всегда общаюсь там и в скайпе, и созваниваюсь, и приобщаюсь с тем, что я покупаю какие-то вещи там для детей, я постоянно, они как бы находятся как бы вместе со мной в каком-то плане. Часто приходится отсутствовать? Ну, вот, последнее время, наверное, да, то есть у меня был недавно такой тур по Европе, сейчас вот здесь, и еще есть несколько таких запланированных тоже путешествий, как бы в идеале это делать с женой, но это просто дорого, банально дорого. Ну, поскольку ты в Америку приехал именно вот на этот фестиваль по семейным ценностям, какой месседж, сейчас ты привез сюда для наших семей, потому что ты был там как певец и как спикер. Да, вот у меня как раз в аэропорту, я вспомнил это, в аэропорту, когда я на выходе был уже из зоопорта, меня очень спросили очень интересный вопрос, работник, да, офицер, он спросил, ты, говорит, летишь на фестивале о семейных ценностях? Я говорю, да. Он говорит, а почему ты один? Где твоя семья? Я говорю, не все так просто, говорю, вы уже понимаете. он говорит, ну ты же летишь на фестиваль семейных ценностей, есть дети? Я говорю, да. Почему мы не вместе? Ну, в общем, то есть... Загрузил тебя. Да, 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 да. Ну, я думаю, что однозначно, однозначно, я бы хотел просто акцентировать внимание на том, чтобы мужья уделяли внимание больше своим женам. То есть, любовь и правильное отношение это давать, это не брать. То есть, мы часто ожидаем чего-либо, да. То есть, вот я там лежу, жду, что мне там принесут, допустим. Ну, я этого не жду, это так вот, ну, короче, тривиально, да, фантазия. Типа, жду кофе в постель. Если ты хочешь кофе в постель, тебе нужно принести его, да, своей жене. Принеси его, принеси раз, принеси второй раз, и на третий раз, ну, оно будет у тебя. То есть, очень важно замечать свою жену. Иногда настолько начинаешь заниматься каким-либо делом, там, или тратить свое внимание на совершенно какие-то посторонние вещи, что не замечаешь красоту своей жены, она у каждого красивая, потому что, как бы, Бог даровал красоту женщине, и нам нужно об этом говорить. То есть, я это знаю. То есть, мы раз сказали, что я тебя люблю, ты мне нравится, ты красивая, мы думаем, что, иногда думаем, что этого достаточно уже на всю жизнь. Но это нужно повторять из дня в день. Я это знаю, да, и сам себе напоминаю часто. Потому что к красоте привыкаешь, кажется, что, окей, все, все уже есть, слава Богу. То есть, это очень важно, просто обращать внимание на свою жену, говорить ей о том, что она красивая, о том, что она желанная, о том, что она благословенная. Это очень важно. Быть вместе, конечно же, как можно больше проводить время вместе. У меня мои друзья, близкие друзья, которые в Украине, они очень хорошие служители. Тот же Вадим Калацей, о котором я говорил. То есть, это очень хороший пример. Я знаю в Америке друзей, первый мой тур был, есть такой Вейт Спенсер, певец здесь. Это в кантри стиль такой, он известный здесь. Первый тур был с ним по 10 американских церквях. Мы ездили, я пел сольно, дуэти с ним. Я смотрел, как он общается со своей семьей, с женой, как она сидела у него на руках. И для меня это было, он взрослый, ему за 50 может быть, под 60 лет. И для меня их взаимоотношения, они были колоссальным примером. То есть, я учился, я просто ездил, я учился. И буквально в прошлом году я был здесь недалеко, служил на одной конференции. И он приехал специально, чтобы повидаться со мной. У него был тур, у него был концерт где-то, и он приехал со своей женой. Он подошел ко мне и говорит, что ты помнишь то время, когда мы там ездили, и все, я говорю, что да. и он просто у него слезы. Он начал, короче, слезами пошли. И настолько это вот, столько было такой момент именно глубокий, когда ты понимаешь, что жизни, вот эти вот все ценности, это не просто слова. То есть, это то, что работает, это то, что производит определенные перспективы и плоды приносит. То есть, какие плоды? Я увидел, как он живет, я научился многому. Я понял, как нужно общаться в своей семье. Ты давно женат? Я женат по сущей 10 лет. В апреле месяце, 28 числа, 20 числа. ты или сильно рано женился, или сильно хорошо захоронился? Мне 38 лет. Мало кто... Ты не вегетерианец? Пока нет. Пока дают. Потому что вегетерианцы, они говорят, на лет 10 моложе смотрятся. Спасибо большое. Мне очень приятно. Но вот, если бы друзья не давали мясо, я бы был здесь. Вегетерианцы. Ну, даю. Очень вкусно так кормят. Спасибо большое. А, Роб, если вот не из теории, а из твоей практики, уже 10 лет семейной жизни, вот, практично, какие трудности чаще всего возникают? Ну, не имею в виду детали, а вот с каких сфер? Вот, что именно? Ну, я, наверное, не тот человек, который, вот, обращает внимание на трудности, я очень быстро прохожу через это, то есть вот в силу, наверное, какого-то склада характера, не знаю, то есть вот я не обидчивый, я не тот, который помнит какое-то там, что-то, какие-то там моменты, да, не совсем корректные. были конфликты, которые было тяжело преодолеть? Ну, наверное, более правдиво будет сказать нет. то есть, были какие-то, 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 какие-то недопонимания, однозначно, они бывают, ну, были, вот, то есть, это как правило на каком-то бытовом уровне, там, куда-то, что-то нужно найти, какую-то куртку, я когда-то спешу, я начинаю понимать, что, скорее всего, что жена в ней ходила вчера, ну, понятно, что она не ходила, она должна ее найти, она перерывает всю квартиру, и она не нашла, я понимаю, что, ну, как бы, вот, кто-то искал, тот и виноват, что ее нет, ну, и так далее. какие-то банальные, такие, тривиальные моменты, они могут приводить к каким-то, вот, неправильным взаимоотношениям, да, потом, на какое-то время, на какое-то время. Ты путешествуешь со сценой, часто поешь, бывает, что жена тебя просто ревнует? Ну, знаете, слава богу, что у меня мудрая жена, очень часто я, на самом деле, езжу, даже вот какие-то туры, и очень много девушек, да, то есть, очень много сестер, там, из церкви, все, но она понимает, она знает меня, и она понимает, что, что это служение, да, и я, как бы, очень, ну, у меня есть определенные рамки, да, дальше которых я, там, ну, в общении, да, то есть, просто вот, сестра, там, да, из церкви, есть определенные рамки, дальше за которые я не захожу. Какие такие рамки? Ну, есть личные, да, личные какие-то темы, личные вопросы, которые я не поднимаю, то есть, есть, допустим, такое, там, мне может кто-то позвонить, ну, было такое, я просто из опыта говорю, да, было такое, что у кого-то были сложности в семье, да, ну, верующие там сестры, она звонила, говорила, что у нее там сложности, вплоть до того, что она бы, вот, хотела бы поговорить, там, может быть, встретился, может, чем-то помог. Я сразу понял, что это, ну, я чувствую по духу, что эта встреча, она не должна произойти. Ну, в таком плане. То есть, когда человек находится в эмоциональном упадке, в депрессии, то есть, человек не совсем себя контролирует, и могут быть неуклюжие ситуации. То есть, роль пастыря на себя не хочешь брать? Я думаю, что пастыря должен быть прозрачный кабинет. То есть, как минимум прозрачная стеклянная дверь. И я знаю пастырей, которые так делали. То есть, они меняли двери, и это очень правильно. Потому что пастырь же тоже человек, и он мужчина. И когда приходят девушки, которые плачутся о своих каких-то сложностях в жизни, то есть, он, конечно же, хочет помочь, он это делает, но непонятно, что у кого на самом деле на уме, какие цели кто преследует. То есть, понятно, цель пастыря, да, то есть, он хочет помочь, хочет благословить, хочет помолиться и поставить на правильный путь, но не совсем всегда понятна цель того человека, который приходит. И, конечно же, вот эта вот дверь стеклянная, которая позволяет открывать именно ситуацию для внешнего мира, как минимум там для секретарей и так далее, она, ну, как бы дисциплинирует тех людей, которые приходят. Поэтому я думаю, что очень важно, ну, понимать какие-то моменты, что люди есть люди, вот, даже, значит, важные люди в библейском контексте, они падали, вот, поэтому если стоишь, бойся, чтобы не упал. То есть, с поездом ты не перепираешься, а бежишь от поезда? Я очень стараюсь бежать, однозначно, бегу, да, потому что, ну, мы люди. А для жены песни есть у тебя? Почти все. Все, с вами песня о любви, да, я пою... Давай к песне, наверное, вернемся, для жены что-то нас... Вот эту, которая первая пела, это была ей, уже была. А часто для жены поешь вообще? Дома так, чтобы просто взял гитару и пел? Нет. Чаще на концерте. То есть, если она есть со мной на концерте, когда это в Киеве, или где мы вместе, то она очень часто со мной присутствует. В зале, ну, сейчас еще она за детьми бегает, да, то есть по залу, потому что их двое. Но я всегда, там есть пару песен, где мне нужно показывать, для кого я пою, там, всего три слова, там, «Я тебя люблю», я ищу ее в зале и показываю. Потому что когда ее нет, это, ну, как бы, на кого ты покажешь, иногда можно не попасть именно. Правильно. Ты когда, например, в самом машине ездишь, сам себе поешь? Ну, репетирую, репетирую, да. То есть, вот это, наверное, машина одна из моих таких репетиционных бас. То есть, я окна иногда забываю закрывать, и потом я начинаю смотреть именно на то, как машин там справа или слева люди начинают смотреть. Ну, что-то там… Ну, сейчас по спикеру, наверное, думают, говорит. Громко так. По спикеру поет. То есть, на мероприятиях, которые ты выступаешь, бывает, что приходится под фонограмму выступать. В плюс? Да. Ну, это, как правило, прямые эфиры. На телевидении – да, конечно. То есть, меня приглашают, наверное, прямые эфиры. Я вот три года подряд езжу в Питер. Есть там такой рождественский марафон. То есть, ну, как бы, вот когда прямой эфир, реальный прямой эфир, то, конечно же, со звуком просто могут быть проблемы. То есть, не то, что там ты не знаешь слова или еще что-то, а просто вот хоп, звук где-то, что-то где-то там отключилось, микрофон не заработал, батарейка села. И все, и тогда будет, ну, некорректная ситуация. А в Питер ездишь каждый год? Ну, три года подряд ездил, да. Ездил, уже не ездишь? Я был на прошлое Рождество там. То есть, на это вполне реально, что я не смогу поехать, потому что у меня есть приглашение в Америку снова везти в Атлантию Новый год. А конфликт, этот конфликт повлиял как-то между Украиной и Россией, что ты не едешь на это Рождество в Питер или нет? Совсем нет. Я был в прошлый раз, то есть, когда, ну, это та же ситуация. Но твои про-украинские коллеги тебя не упрекают, что ты едешь в Россию в то же самое время, как Россия нападает на Украину? Потому что даже светские многие музыканты, певцы, для них грех поехать сегодня в Россию выступать. Здесь есть очень тонких несколько моментов. Первый момент, когда ты ездишь зарабатывать деньги, когда ты ездишь зарабатывать деньги, я не езжу туда зарабатывать деньги. То есть, я ездил туда вот все эти разы, которые я был, и последний раз уже через Белоруссию, потому что нет прямых рейсов, для того, чтобы служить. То есть, это просто, это служение, это Рождество. Я был, конечно же, рад тому, что даже украинские топовые, ну, в общем, звезды, коллеги, да, они лайкали мои посты из Питера, когда они видели, что я пел там на Рождество. Я познакомился с одной, я жил в одном хорошем отеле, и у нас внизу был такой ресторан с камином, и там вечером собирались люди. И мы разговорились с одной певицей, с которой вместе участвовали в программе. И там оказалось, что была девушка, которая работает на радио в Питере. И я говорю, я здесь, и мы с певицей разговаривали, я говорю, что я пел здесь песню на украинском языке. Типа, она, что, ты пел здесь на украинском? Я говорю, да. Она, вау, как классно, я так люблю Киев. Ну, и мы начали разговаривать. Я пел песню на украинском языке, которая называется «Знём рождение Иисуса». Совершенно не было, ну, как бы сложности с тем, чтобы ее спеть. Я приехал с Киева, я приехал с Украины, это мой родной язык, это моя родная страна. Я служу Господу, то есть здесь Рождество – это то, что объединяет. То есть мы должны, ну, а вот слово «должны» такое, ну, я могу его сказать, да, в данном контексте, мы должны выступать за Иисуса. То есть не искать то, что нас разъединяет, а искать то, что нас объединяет. То есть вот Иисус, особенно Рождество, это имя, оно объединяет народы. Ну, согласитесь, наверное, когда вы пересекаете границу или общаетесь там в Питере с людьми, то все-таки они хотят узнать перед тем, как слушать вашу песню, вы все-таки какого настроя? Бандеровского или все-таки нормального такого русского? Все-таки чей все-таки? Скажи Крым, я пойму, кто ты. Нет такого разве, вы хотите сказать? Ну, как бы, я не совсем понял вопрос Бандеровского или русского. Не, ну, знаете, чтобы понять, чей ты, спрашивай, чей Крым. Да, да. Ну, ситуация такова, что были вопросы политики там, то есть мы поднимали, там были очень известные апостыря, евангелисты, ну, я думаю, нет смысла называть фамилии, но это очень известно, которые на территории России одни из самых таких вот известных фамилий. Окей. Мы говорили о политике, мы говорили о всех вот таких вот подобных темах, да, таких вот тонких, я бы сказал. То есть все, что я могу сказать, что я, когда имею возможность служить, да, то есть я иду и служу, я пою о Боге, то есть если меня приглашают где-то, и я могу не просто петь песни о любви, то есть здесь такая тонкость у меня, то есть не просто я езжу, у меня часто бывают приглашения там, где-то там спеть на свадьбе, там еще, ну, как бы в таком плане. Но если это вот есть определенная тонкость в том месте, куда я еду, да, то есть какая-то вот определенная сфера, непростая, да, там, которая связана с чем-то, то если это песня о Боге, я могу свидетельствовать, говорить о Христе, я с большим удовольствием туда еду и служу. Вот, и поэтому я был на, тогда, когда на Майдане было громадное количество людей, очень много, там, десятки тысяч, я вышел и пел о Христе, и я сказал ни одного слова о политике, вот, я сказал о том, что нам нужен Бог, и только в Иисусе мы можем найти счастье и путь. Это показывало много количества, большое количество каналов. Почему вы не хотите говорить о политике? Потому что я не политик, потому что я не политик. Я не могу говорить о медицине, потому что я не врач. Ну, мне кажется, вы недоговариваете немножко, потому что вообще, если переехать сегодня в Украину, я каждый год посещаю Киев, Украина другая, обычные люди другие. И мы не говорим же о каких-то тонкополитических, там, дипломатических отношениях на высоком политическом уровне. Мы говорим сегодня о прямой поддержке Майдана, мы говорим о прямой поддержке проукраинского настроя, где Украина пытается выдавить русскую агрессию. И сегодня, будучи вот такой публичной персоной, вы не можете об этом просто ничего не говорить. Ну, я сейчас не говорю ничего. Могу? Есть какое-то личное мнение, какой-то личный взгляд на то, что происходит в данной ситуации. Но я, ну, как бы не являюсь профессионалом в этой сфере, я не политолог. И поэтому публичная позиция и личная – это разные вещи. То, что имеет отношение к Украине, конечно же, я украинец. То есть это моя страна, за которую я молюсь, и которую я благословляю. Но таким же образом я молюсь и за Америку, я молюсь за Россию, благословляю, чтобы не было этого конфликта. Потому что, конечно же, этот конфликт, он очень сильно беспокоит меня и тех людей, которые рядом со мной. Конечно же, это страшно. Война – это очень страшно. Поэтому в моих молитвах постоянно то, чтобы эта ситуация наконец-то стабилизировалась, и чтобы… Я знаю, что очень многие семьи, которые живут в России, они имеют родственников в Украине. Очень многие украинские семьи имеют родственников в России. И когда определенный накал, определенная вот такая вот конфликтная атмосфера, она идет извне, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть определенная пропаганда происходит. То есть люди смотрят телевизор, там… Извне вы имеете в виду пропаганду в медиа или… Из медиа, да. Или из людей, которым это выгодно, кому-то выгодно, то, чтобы люди искали и находили в себе отличия. Отличия. Отличия расовые, там какой-то расизм, дискриминация и так далее и тому подобное. Я знаю, что в разных странах, я езжу по разным странам, да, вот Чехия, там Чехия и Словакия имеют определенные между собой какие-то непонятные вопросы, да? То есть таким же образом там… То есть в разных странах существуют вот такие вот какие-то расовые или национальные какие-то отличия, на которых кому-то выгодно играть. Вот и все. Но то, что имеет отношение к этой ситуации, конечно же, я молюсь постоянно об этом. В зону АТО ездите с песнями с помощью какой-то или нет? Я с удовольствием помогал людям, которые там, как бы финансово, да, то есть приносил какие-то, ну, как бы деньги для того, чтобы привезли там очень много людей нуждающихся, на самом деле. И может быть даже мало кто знает. Я знаю очень близко людей, которые очень серьезно, очень влиятельные люди, очень серьезно участвуют в разных таких благотворительных проектах. И они говорят, что там сейчас есть дети, которые вообще не имеют игрушек. То есть они родились во время этого конфликта, и они никогда их не видели. И мне рассказывал мой друг Тимофей Нагорный, есть такой очень серьезный человек в Украине. И он говорил, что он привез как-то вертолет, и маленький мальчик взял этот вертолет, и он говорит, что никогда не езжал в руках, ничего подобного. Он говорит, что одна женщина, бабушка там, говорит, что когда... Он спросил, что ей нужно, она сказала, привези мне яйцо, потому что я не ела пару лет яйцо. Он говорит, он привез лоток яиц. Я с удовольствием поеду, с удовольствием послужу, с удовольствием помогу, чем смогу, людям, которые нуждаются, однозначно. Ну, я так эту тему стал затрагивать, потому что действительно Украина изменилась. Обычные люди изменились. Стали намного более патриотичнее. Если говорить, не только вот какие-то национальные там общества, а в целом Украина, она стала очень патриотичнее и единой, мне так кажется. Я могу сказать, да, свое мнение. Это лично мое мнение. Вот как бы оно имеет место быть сейчас. Значит, вопрос в том, что никогда русский язык не имел дискриминации. То есть всегда люди разговаривали на русском языке в Киеве, я не знаю, процентов 90. Я всю жизнь живу в Киеве, и, ну, наверное, 90 процентов реально. То есть я вот где ездишь на маршрутке или в метро, или где раньше, когда ты начинал говорить на украинском, то люди наоборот могли, о, это западная Украина, это всякий западенец. То есть потому что почти вот все разговаривали на русском, да. То есть единицы говорили на украинском языке, и этот язык, он был менее, как бы, ну, знаком, вот когда ты на улице слышишь, менее ожидаемым, так я скажу. Сейчас же, когда люди услышали то, что вроде бы как русский язык имеет притеснение на территории Украины, многие, которые говорят и говорили на русском, они стараются переходить на украинский язык, чтобы, ну, чтобы просто, как бы, почувствовать свою национальную идентичность, да, что они все-таки украинцы, если не говорить на украинском языке, то со временем вообще не будем. Тоже переключились на украинский. А у меня жена из западной Украины, и мои родители, они тоже когда-то приехали в Киев, мой отец из Луцка, то есть он всегда общался на украинском. В семье я всегда разговаривал на украинском языке, всегда. И когда я женился, моя жена Роза, она тоже, ну, разговаривает всегда на украинском. И я в семье и с своими близкими друзьями часто общаюсь на украинском языке, да. Ну, работа, сцена, друзья, ну, как бы большинство все же это русский язык. Я совершенно нормально отношусь к русскому языку. У меня, я не знаю, там, наверное, 80% песен на русском языке. Еще русский язык, он, допустим, в Германии, я пою на украинском, да, я ездил, и мне подходили люди, говорили, ой, переведи, пожалуйста, мы не поняли, нам это интересно, о чем ты пел. То есть я понимаю, что намного больше людей, как бы Россия больше, да, то есть по объему, по количеству людей. И, конечно же, больше в мире, там, где вот я выступаю, да, там, в Словакии, там у меня были концерты в Швеции, в Германии. То есть люди, они русский язык понимают больше. Вот и все. То есть, ну, они с удовольствием, они просят спеть на украинском, чтобы они услышали мой язык, потому что они знают, что... Я слышал такую вот тему, что итальянский язык читается на первом месте по красоте, ну, для исполнения, для вокалистов. Я, на самом деле, академический певец, там, Ари, там, то есть я это все пою. Вот, и когда поешь на итальянском красиво, и когда поешь на украинском, он считается как второй после итальянского. Как он называется, по мелодийности, гармония. Да, такие, гармонийно такая мова. Можешь спеть по-итальянски на что-то? Ке бэлла коза, на юрнатью соли, Нарья сиренья, до пуна темпеста, Пыларья фрешка, параджяна феста, Ке бэлла коза, на юрнатью соли. А потом там... На скольких языках поешь вообще? Ну, как правило, это русский, украинский, английский и немножко итальянский, да. Все, пока нет. А на английском языке много песен у тебя? У меня сейчас есть своя песня, то есть это моя, которую я написал. Ну, слова мне написал американец, то есть пастырь один, который в Украине сейчас живет, у него церковь есть. Чтобы не было никаких неправильных мест в тексте, написал американец. Называется Take My Hand. Это моя пока единственная песня на английском, лично. А так я пою в Америке People Need The Lord, есть такой гимн, очень известный. Я очень его люблю, потому часто его исполняю. Еще есть песни Вейда, которые я вместе с ним пел в дуэте. А вот лично моя одна пока. Я хочу сделать англоязычный альбом. У тебя два альбома есть. Первый это письмо, и второй если. И альбом если это новейший альбом, правильно? А еще только-только начинается его презентация. Какая песня из этого альбома, если можно так забежать наперед и обозначить, будет настоящим шлягером? Ну вот сейчас самая ожидаемая песня, где я езжу и выступаю, да? Это «Если» как раз. Почему я назвал «Если»? А если «Если»? А ты ее под гитару споешь или капло? Это самое ожидаемое, да? То есть это как мы понимаем. У меня есть песня, которая мне очень нравится тоже с этого альбома. Называется «Я возвращаюсь». Ну, я назвал ее просто «Возвращаюсь» без «Я». На твой выбор. Не люблю это слово. Ну да, она звучит не очень. Особенно, когда стоит на первом месте. Поэтому я могу спеть одну песню, да. «Возвращаюсь». Эту песню написал Алекс Шевченко. Он как раз здесь, в Сакраменто, живет. Он выслал эти слова. Я не знаю, возможно, это было года полтора назад, наверное. Вот. Я написал эту песню, и он тогда выстроил себя на Facebook-странице. И колоссальное количество людей сразу начали ее смотреть в YouTube. И там отзывы, в общем. Ну, а я думаю, я спою, и люди сам посмотрят и почувствуют, понравилась она. Пришла с ним по душе или нет. Ну, слова очень хорошие. Очень глубокие. Всю петелью тоже кусочек. Кусочек, да. На твой выбор. Пару нот. Ты дал мне шанс еще открыть глаза, Увидеть свет, услышать звуки. Я возвращаю это, да, назад, в твои, в твои же руки. Я не наемник твой и не беглец, Но сердце хочет по-другому. Вернуться сердце просится отец Скорей к порогу дома. Ты позови меня, лишь позови. Мне одиноко здесь до боли. Я возвращаюсь в плен твоей любви По доброй, по доброй воле. По-английски куплетик можешь еще спеть? По-английски? Да. Не играй, я эту песню. У нас просто остается вот 10 минут до конца эфира. Хочу еще вот услышать по-атальянски. Успели услышать, по-английски еще не пели. Ты ее не поешь под гитару. Под гитару, да, пока не выучил. То есть есть, вот, нужно будет в следующий раз. Можно будет в следующий раз. Хорошо, вот расскажу, как живет известный христианский певец? Вот, хорошо. На сегодняшний день. Я имею в виду, в целом, если взять, ну, светскую, вот, если взять вот эту индустрию, то они как-то сами себя окупают, зарабатывают только этим занимаются. Если говорить за христианское, то это обычно, вот это ремесло, вот, певца, если можно так назвать, ремесло, это талант певца. Люди тащат на плечах, как волонтерский вот такой труд. Они обязательно должны где-то на стороне вот зарабатывать. И очень часто это не так поощряется, как бы им хотелось. Вот ты с этим сталкиваешься? Ну, вы уже почти все сказали. Добавить. Добавьте. Конечно же, да, конечно же, да. Это не совсем простой путь. Ну, если это призвание, если ты знаешь, что Бог вложил в твое сердце это. Я здесь даже вдохновляю одного певца, который здесь находится, в Сакраменто, и он просит меня это делать. Да, вот. Что тоже он понимает, что это не совсем легкий путь, но вот смотря на меня, да, то есть то, что я делаю, как я делаю. Он вдохновляется, он говорит, и говорит, вдохновляй меня, говори, я как бы вот служу ему, да. То есть на самом деле, конечно же, нужно где-то работать. То есть я преподаю, я преподаватель гитары, вокала, то есть я преподаю гитару, вокал, я преподаю уже 20 лет. Вот, я закончил университет, у меня высшее, да, академическое образование, то есть и вокал, и гитара. Это в Киеве ты преподаваешь? Да, я преподаю в Киеве, да. У меня много учеников, ну, 14 человек сейчас. Ну, круто. Да. А посредством скайпа тоже обучаешь? Сегодня же технологии позволяют. Нет, еще пока не пробовал, да. Ну, я слышал, что такое есть, но, наверное, в силу того, что у меня нет просто времени больше. То есть вот есть время приезжать, заниматься с ним. Это индивидуальные уроки, да, которые там, академический час, ну, 45 минут. Вот. У меня есть, ну, ученики частные, которые там просят меня заниматься, да, там, подучить что-то там и так далее. А то, что имеет отношение к творчеству, конечно же, это является основным тем, чем я занимаюсь, и я вкладываю деньги, которые я зарабатываю там посредством преподавания. Если есть как бы какие-то благословения, да, то есть когда я где-то выступаю, то есть, конечно, я очень рад, потому что все это уходит в альбомы, моя жена и моя семья. Я очень рад этому. Они понимают и они ценят то, что я делаю. И, конечно же, большое спасибо, Роза, если ты смотришь. Спасибо тебе, любимая, за то, что ты понимаешь, что это все сложно. Иногда приходится там отдавать чуть ли не последнее для того, чтобы записать песню. Вот. Ну, мало кто об этом знает. Я не тот, кто будет об этом рассказывать, что, ребята, накормите, там, отролевали все, знаешь. Что песни выходят, выходят новые клипы. Кстати, клипмейкеры там иногда очень хорошие, с кем я работаю, очень классные мои друзья, и они очень профессиональные, они зарабатывают большие деньги на самом деле. Они иногда снимают для меня просто там или вообще не просят ничего. Я, конечно же, благословляю, потому что я не могу, ну, когда человек что-то делает, это тратит свое время. И, конечно же, с удовольствием я приношу то, что у меня есть ему. Но часто они не просят меня никаких там гонораров, потому что они видят то, что я делаю. Они видят, куда я езжу там, в тюрьмы там, в общем, и так далее. В общем, всякие там такие вот места, которые не всегда люди ожидают, что я поеду, да, мне предлагают. Я говорю, окей, я приеду. Вот в Атланте меня пригласил один пастырь, очень хороший человек, очень благословенный, Макс Лисовский. Он позвал, говорит, такая маленькая церковь, ты приехал. Я говорю, что слава богу, я рад послужить. То есть вопрос не в том, маленькая церковь или большая, или сколько там людей, а важно то, что если у тебя есть возможность это сделать, и Бог, ну, у тебя есть это на сердце, это нужно делать. Это в свое время как раз Вейт Спенсер научил определенным ценностям, которые, вот, они работают. Ну, что нельзя там как-то ставить определенные рамки, да, что вот, допустим, я поеду там, где будут там тысячи людей или две, а если есть возможность поехать там, где есть 10 человек, я с удовольствием это сделаю. Вот сейчас, кстати, я, скорее всего, поеду в дом престарелых здесь. То есть гонорар у тебя нету за какие-то вот визиты? Да, христиан, ну, как бы, если это христиане организовывают, да, мероприятия, то я не беру гонорар, да. То есть я рад благословениям, но они не всегда случаются. Но слава Богу, слава Богу, что я просто имею возможность служить. Я знаю, что Бог благословляет просто в других сферах, да, то есть или просто кто-то меня благословляет чем-то, то есть обязательно деньги, да, или просто в духовном плане, там я получаю откровения, иногда Бог дает какие-то сны, да, которые открывают определенные вещи даже кому-то, то есть я через меня, то есть какие-то вещи приходят, да. А бывает, что песня приснится тебе? У меня было такое, да. Серьезно? Да, да, у меня было такое, что приснилась песня, да. Хорошая песня получилась, поешь ты? Да, я не совсем помню, о чем сейчас речь, то есть какая песня, но это было, это было точно. У меня есть песня вот эта, вот которая, если я вспомню кусочек, которую я написал, я говорил, что не открыл песен подряд, если вспомню слова, я буквально кусочек маленький. Вот такая песня про славление. Слава тебе, честь и хвала, пускай уста мои будут твои навсегда. Я знаю, ты с любовь, ты взял мою боль, провел кровь за мою жизнь вечную. Буду славить тебя, буду право сглашать, ты есть истинный путь и жизнь моя. Надеюсь я на тебя, в тебе сила моя, все человеческая суета. Только в Боге успокаивается душа. От него спасение мое. Только в Боге успокаивается душа. От него спасение мое. И так далее. Вот это одна из стих песен, которую я чисто случайно, буквально недавно вспомнил. Она такая низкая патисситуре слегка, но слова, они просто, я помню, тогда лились ручьем. Я вот так вот взял, написал, и это на псалме основано, только в Боге успокаивается душа. Было неспокойно, и вот Бог успокоил. Я верю, что не обязательно там гонорары приносят, то есть какое-то благо в жизнь. Это важно, это нужно для семьи однозначно. Но Бог благословляет еще и миром, благословляет взаимоотношениями. Это очень важно. То есть я вот пользуясь случаем, хотел бы сказать пару вещей об этом, что цените взаимоотношения. Знаете, я видел не раз, когда люди переворачивают людей как страницы. То есть вот что-то произошло, 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 пумц, окей, будет следующий, будет следующий, будет следующий. Не думаю, что воля Божья такова. То есть Бог не переворачивает нас как страницы. Мы личности, мы его друзья, мы его дети. Вот поэтому друг, это не тот, кто вчера был другом, а сегодня его нет просто. Вот поэтому я просто вдохновляю вас, что вот те люди, с которыми вы имеете общение, которые рядом с вами, цените их, потому что Бог даровал их вашу жизнь. И очень важно понимать, что это и есть ваше служение, это и есть ваша сфера влияния. Возможно, у кого-то эта сфера влияния, это тысячи людей, или десятки, или миллионы. Я видел, Вакарчук у вас был тоже в гостях. То есть есть люди, у которых миллионы сферы влияния, то есть они могут говорить и внемлет большое количество людей. Рома, у нас остается пять минут. Пару вопросов из категории «Между тем». Какую книгу вы сейчас читаете? Библия. Ваше любимое место на земле? Дома, рядом с семьей. Какой день вашей жизни вы вспоминаете, как самый счастливый день? Это минута должна пройти. Я много дней вспоминаю, но один из самых счастливых дней. Наверное, рождение дочери, рождение первого ребенка. Когда вы последний раз плакали? Только что. Какой недостаток вы легче всего прощаете? Вообще прощаю все. Легче всего. Многословие. И за что вы любите жизнь? За возможность любить и быть любимым. Дорогие друзья, сегодня с нами был христианский певец из Киева, Роман Ващука. Для того, чтобы познакомиться больше с его творчеством, зайдите на Google, наберите просто «Роман Ващук». Там вы найдете его личный официальный канал YouTube. Там можно посмотреть... Сколько клипов? Много там, Рома, у тебя клипов есть? Штук пять есть. Пока что пять. Скоро появится гораздо больше. Если у вас есть желание связаться лично с Романом, пригласите его на какие-то ваши мероприятия. Беспосредственно, это удобнее, наверное, всего сделать через Facebook-страницу. Думаю, что да. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Желаю Божьих благословений вам. Роман, спасибо тебе огромное за твой визит в Америку, за твои песни, за твой труд и, собственно, за твое время, что ты посетил сегодня канал «Импакт». Спасибо. Всего доброго. Берегите себя и друг другом. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова